Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Шерлок Холмс Преступление и наказание. В прошлой серии, как вы помните, мы продолжили дело Кровавая Баня и нашли вот эти раскопки. Сейчас мы их исследуем в надежде на то, чтобы узнать немного о них. И не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Так, давайте осмотрим колонну. Щепки какие-то. Поджег он, и что? От огня на полу появилась тень. Ого! Вот это да, блин. Как он это заметил только, мне это интересно. Так, тут нету что ли? Где можно еще поджечь, мне это интересно. Вот, колонну поджигай давай. Еще раз. Молодец. Так, где еще один знак? Вон, вижу. Тени посмотреть. Трезубец. Это символ Нептуна, бога моря. Это очень похоже на лицо Митры. Ну и все, тут больше ничего и нету. Это объект интереса. Давайте продолжим осматривать эти колонны. Так, вот эту колонну, по-моему, никак не осмотришь. Ну, вроде как. Так что давайте будем осматривать вот эту колонну. А, нет, мы эту колонну осмотрели. А вот эту не осмотрели. Поджигай. Так, еще что-нибудь осталось. Можно еще раз найти и не посмотреть. Это голова животного. Это похоже на быка. Еще четвертый символ нам нужен. Четвертый рисунок. Только нам надо как-то вот эту обрушившуюся колонну отодвинуть. Даже не отодвинуть, а как-то восстановить. Чтобы увидеть еще один символ. Даже не знаю, ребят, что вообще можно сделать. Но остается только проходить дальше. Мумия, мы в каких-то катакомбах. Но ты это уже говорил. Я не думаю, что нам что-то даст. Если мы осмотрим все мумии, лопата, не римской эпохи. Это понятно. Ватсона, а вы что думаете? Еще одна мумия. Что-то тут как-то очень много мумий. Посмотрю. Ладненько, давайте уходить отсюда. Осмотрите туннели и найдите орудия. Стоп, значит я еще не осмотрел туннели. Что-то я еще здесь не увидел. Но смотрите, как мне поджечь-то? Тут надо столб только восстанавливать, как я уже говорил. Что делать дальше, я не знаю. Может, свое зрение включить? Вот, смотрите, смотрите. Тут показывается колонна. Так, пластина с отверстиями. Давайте установим. А, мы же находили, я помню. Так, это какая-то корона. Ну-ка, давайте посмотрим. Посмотреть. Мост. Очертания этой тени напоминают мост. А я думал, это корона. Тени укажут нам путь. Мы найдем Митру после Нептуна, Быка и Моста. Найти путь в Митриум. Мы его нашли, я так понимаю. Это он? Так. А, нет, это обратно мы вернулись. Но не сюда. Так, Митриум находится под археологической площадкой в Сент-Албансе. Опором моста скрывает какую-то тайну. Сент-Албансе, значит. Ну, ладно, сейчас переместимся. Только я чуть-чуть еще тут осмотрюсь. Может, я что-то пропустил. Нет, ничего я не пропустил. Давайте в Сент-Албансе отправляться. Так. Что там у нас еще раз? Так, ага. Археологическую площадку нам надо искать. Сент-Албансе. Вот это, что ли, археологическая площадка? Ну да, наверное. Сейчас посмотрим, что мы можем с ней сделать. О, перекрюк. Ну, наконец-то он его взял. Ё-моё. Я уж думал, он его никогда не возьмет. А, интересно, мы арбалет-то теперь сможем собрать, раз мы крюк взяли. Но нам нужна еще схема. Нет, ребят, до сих пор собрать он его не может, к сожалению. Можно посмотреть на мост. Нужно использовать эти металлические кольца, чтобы добраться до опоры. Катайное место. Там может быть что-то за листьями. Нужно понять, как туда добраться. А может, крюк метнуть туда? Смотрите, я не могу метнуть, потому что арбалет разобран. А, вот сейчас можно собрать. Нифига себе. Ладно. Здесь нужно использовать подходящий предмет. Я так понимаю, затвор надо взять. Нет, не подходит. Так. Не-не-не-не, ты что делаешь? Поставить. Не надо выходить. Так, лук давайте вот сюда поставим. Стоп. Что-то я не понимаю, а как его тогда натягивать, да блин. Так, хват. Куда его поставить? Вот сюда. Механизм. Ставь сюда. Затвор, наверное, теперь. И лук. Ну, ставь. Что ж ты его не ставишь-то? Не хочет ставить. Ладно, пропускаем. Что-то я не понимаю, как его поставить. Хотел поставить, а он не ставится. В принципе, не важно. Хорошо, что можно вообще все это дело пропускать. Так, давайте попробуем пульнуть туда крюком. Так. А как пыльнуть-то? Так, ребят, я совсем забыл о том, что нам нужны веревки-то для этого. Как я крюк-то зацеплю? Без веревок-то. Они где-то здесь, я помню, были. Он еще говорил, что, типа, мне пока веревки не нужны. Вот, бери. Иногда мой мозг просто отказывается работать. И поэтому я вот сейчас так вот ступил. Так, давайте сейчас пульнем, попробуем использовать гастрофет. Те кольца на опоре, прекрасные мишени. Ой-ой-ой, как же шатает-то прицел. Попал? Получилось. Ура! Ты уже взял несколько крюков? Ну, молодец. Так, 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 осторожненько. Осторожней. Кап, блин. Давай-давай. Использование гастрофеток требует подготовки. Да я понял. С первого раза трудно попасть. Можно, кстати говоря, пропустить, но нет. Я хочу попробовать сам. Попал? Или нет? Нет, не попал. А сейчас? Ах, черт. Что ж такое-то? Да что ж такое-то? Блин, я же вроде попал. А, надо целиться чуть ниже, и я думаю, тогда мы попадем. Да, блин, я случайно стрельнул. Так, давайте еще два раза попробуем, и тогда я пропущу. Получилось. Ура! И в это кольцо осталось пыльнуть. Знаете, это не так просто, как вы думаете, ребят. Так, чуть ниже надо брать. Я тебя понял, Фолмс. Переправа готова, теперь можно идти. Попробуем перейти. Нажмите А, чтобы продолжить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так иди вперед. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я упал. Вот черт. А, я понял, когда стрелочка вверх, то нужно на Эй нажимать. Давайте начнем. Так, иди. Иди. Сейчас дойдем быстренько. Ой, не успел. Не так уж и трудно, в принципе, ребят, если сосредоточиться. Ой, не успел. Да что ж, они так быстро мигают. Эти стрелки. Не, ребята, это просто нереально. Вот сейчас успел. Наконец-то. Так, еще немножко осталось, и мы дойдем. Готово. Батсон, идите сюда, я кое-что нашел. Туда вниз, что ли, можно спуститься? Ну круто, сейчас спустимся тогда. И посмотрим, что там внутри нас ожидает. Какие же загадки нас там ждут. Мы внутри храма Митрыхоунс. Не уверен, но лучше быть осторожнее. Да, нас тут могут ожидать ловушечки. Так, путь в Митриум мы нашли. Символ какой-то там нарисован. Это повседы символы. Ух, как я не люблю эти загадки с символами. Я видел этот символ. Куда нам идти, Холмс? Да блин, отойди от меня. Я хочу посмотреть на символы. Я видел этот символ в туннелях под Фригидариум. Так. Этот символ он тоже видел. Ну это хорошо. В принципе, можно их, конечно, все осмотреть, но я не вижу в этом смысла. Так что не буду осматривать. Я так понимаю, нам надо разгадать загадку. Холмс, давай ты направо пойдешь, ладно? Блин, ты тут запутаешься, черт возьми. Это что, мы вернулись, что ли? Да, мы вернулись. Ладно, давайте все символы осмотрим. Может, нам это что-то даст. Я видел этот символ в туннелях под Фригидариума. А если орлиное зрение включить? Да, это ничего не дает. Так, все символы осмотрел, я надеюсь. Да, все вроде. Угу. Так, сюда пройдем. Может быть, тут что-то и найдем. Так, сохраненница прошла. Давайте я сюда, Ватсон, пойду. А вы в другой проход идите тогда. Столько с камнями. Ну-ка, положи. А что, какая последовательность должна быть? Я не понимаю. Стоп, уходим. Какая последовательность должна-то быть? Я вот никак не пойму. Может, камни на эти плиты положить? Я не знаю. Да если бы я имел понятие только, куда нам идти. А, вот, на весы положить. Я сначала не видел то, что можно на весы класть. Ну, клади на весы. Не, на весы-то клади. Ладно, давайте, может, пропустим. Хотя нет, я сейчас попробую догадаться. Ну, тут надо смотреть, какой нам проходик нужен. Давайте попробуем вот с этой штукой открыть. Не знаю, как эта штука называется. Да, отойди ты, ё-моё. А, тут нету вообще никаких символов. Я думал, тут есть символы. Ладно, давайте тогда пропустим. Сейчас я только все камни расположу, чтобы можно было пропустить. Так, ну клади, клади на весы. А, пропустить сейчас нельзя. Вот, сейчас можно. Так, пропускаем. А, надо было равномерно все эти камни разложить. Вот же я тупанул-то. В принципе, неважного. Можно было пропустить, конечно же, как всегда. Так, спускаемся вниз, вот сюда. Так, у нас тут новая загадка, что ли? Нет, никакой загадки нет. Куда же мне пойти-то? Попробуем, может быть... Вот сюда пойду. Было бы замечательно, если бы мы с Ватсоном разделились. Но он что-то не хочет разделяться. Так, ага, нам не сюда. Тогда пойдемте вот сюда. Тут все затоплено. И почему же? Так, куда-то нас... Это дело все привело. Давайте сюда теперь пойдем. На самом деле здесь очень легко запутаться. Да, вот тут тупик. Тогда пойдемте в другой сейчас проходик. Может быть, он куда-то нас и приведет. Вот, например, вот этот. Надо запомнить его, чтобы потом не перепутать. Потом уже в третий тогда пойдем. Тут, скорее всего, нету прохода дальше. Так что третий проход, это будет верным проходом. Вот видите, тут мы просто квадрат делаем. Так, теперь осталось идти только вот сюда. Где у нас Луна, я так понимаю. Месяц даже, можно так сказать. Так, куда-то пришли. Что-то такое. Есть какие-то голоса. Может быть, мы на правильном пути? Ну да. По ходу дела. Так, по прямой давайте пойдем. Если что, потом немного правее прохода проверим. О, он куда-то ведет. В какое-то интересное место. Думаю, его следует осмотреть. Смотрите, это золотой нож. Но как его достать? Но я не знаю. А я что, знаю, что ли? Умник. Давайте осмотримся для начала. Может быть, что-то тут найдем. Какой-нибудь пластин, например. Вот рычаг нашли. Так, какой-то там проход открылся. Ватсон, нужна ваша помощь. О, мы можем переключиться на Ватсона. А какой проход-то открыл-то? Тебе помочь, что ли? Сейчас помогу. А, тебе помогать не надо. Мне надо теперь найти тот проход, который открыл Холмс. Вот он, я так понимаю. А, ну, если Холмс-то отпустит этот рычаг, то тогда нас вообще закроет. Давайте попробуем выключить. Вот, видите, закрылась. Ну, и что нам это дало? Что-то я не особо пока понимаю. А, вот. Открылся около Холмс проход. Какой-то. Да. Так, включаем рычаг. По-моему, это не тот. А, нет, тот. Всё правильно. Так, включай рычаг. Погнали теперь дальше. Так, теперь вот это пришло время в рычаг включить. И готово, ребят. Только Холмс теперь ни хрена не пройдёт. Ха-ха. Ха-ха. А, боже мой. Что же делать-то? Смотрите, проход мы открыли, да? Но... Нам же теперь никак не пройти. Может попробовать... Так, нет. Включай. Я так понимаю, то, что... Вот этот вот второй рычаг открывает как раз-таки вот эту дверь. То есть нам нужен Холмс сейчас. Ну, давайте попробуем его включить. А, это открывает дверь около Холмса. Ладно. Тогда за Холмс и переключаемся. Так, отпускай рычаг. Ну, беги-беги, давай. Я иду тебе помогать, Ватсон. А, нет, я выйду отсюда, пожалуй. А ты чё закрыл-то? А, я же нажал на другой рычаг. Теперь нам нужно вот этот рычаг включать. Я надеюсь, ты потом выберешься, Ватсон. А то без тебя я, скорее всего, не пройду. Так, погнали, возьмём этот ножик. Так, разбитая лампа. Это не старая лампа, масло ещё свежее. Вероятно, сэр. Родни проходил здесь? Нет, я так не думаю. Помните, он не прошёл дальше катакомб под фригагидарем. Лампу оставил убийца. А зачем он нож вернул? Типа, чтобы его не запалили? Ну, убийца, очевидно, работал не один. Потому что, чтобы забрать этот нож, нужно все эти рычаги двигать. Так, давайте заберём его. Золотой нож Митры, давно утраченная реликвия. Надя, но Ватсон, пришло время закончить дело. Наконец-то. Ох, чёрт! Вот так и знал, что ловушка будет. Отлично, нужно найти другой способ выйти отсюда. Ну, нифига себе. Так. Теперь-то Ватсон нам нужно выпустить как-то. А, детективный вывод делаем. Золотой нож. Странная рана. Правильные записи. Так. Извиняюсь. Так. Давай, включай этот рычаг. Может быть... Как-то отсюда сможем выйти. Нет, Ватсон не может пока что выйти. Я не знаю, правда, как ему помочь. Очевидно, я ему помочь никак и не смогу, ребят. Если только не начать двигать рычаги эти. Так, я вижу Холмса. Где там Ватсон-то? Где-то здесь, что ли? Да, он тут. Я тебе попробую сейчас помочь, Ватсон. Не волнуйся ты, главное. Окей. О, нашел выход. Но, к сожалению, я не смогу отсюда выйти. Потому что тут надо, чтобы кто-то рычаг держал. Нет, это не то. Я уже запутался, блин. В этих рычагах сраных. О, Ватсону помогли. Круто. Давайте за Ватсоном переключимся. Так. Выключай его. Теперь погнали в эту сторону. А когда мы откроем эту дверь, то как мы выйдем? Я имею в виду, как выйдет Ватсон. Ватсон вышел. Вышел. Наконец-то. Можно идти теперь помогать Шерлоку. Я надеюсь на это на самом деле. Так, Шерлок, я иду к тебе. А как я туда пройду-то? Ё-моё. Сейчас посмотрю. Что можно в этом случае поделать. Тут всё закрыто у нас, значит. А, нет, вот здесь открыто. А, ну это откуда мы вышли, да? А, так теперь Шерлок пройдёт. Ну-ка, давай. Сейчас откроем как раз-таки ту дверь. Только какой из этих рычагов-то работает, я уже не помню. На самом-то деле. Так, да, вот этот вот рычажок. Опять мы закрыты. Ну дерьмо. Надо тогда открыть дверь Ватсону. Так. Замечательно. А, ну вот сейчас Ватсон пройдёт, хотя Холмс останется там на месте, к сожалению. Его оттуда никак не вытащить. А может быть за этой решёткой есть какой-то рычаг, который поможет Холмсу выйти? Сейчас давайте посмотрим, есть ли что-то там такое. Да, есть рычаг. Замечательно. Вот мы и решили головоломку, можно так сказать. Так, давай, Холмс, выходи теперь оттуда. Нет-нет-нет-нет, не Ватсон, а Холмс. Иди, иди включай заново рычаг и помогай Холмсу. Так. Всё, погнали. Наконец-то, блин, вышли отсюда. Я уж замучился с этой загадкой. Хм. И так-то всё просто. Он-то теперь не зайдёт, потому что он выключил рычаг. Я не могу оставить Холмсу в этой ловушке, даже несмотря на то, что он испортил мой плато. Боже мой, что делать-то? Блин. А вот второй рычаг. Надеюсь, он откроет эту решётку. Холмс, ну иди давай. Да, из-за плотка можно было его оставить здесь. Ладно, это была шутка. Так, погнали наверх теперь. Фух. Я надеюсь, мы дело-то завершили теперь. Можно теперь, наверное, отправляться к себе домой, я думаю. Да, это была сложная головоломка, скажу я вам. Может быть, кому-то она и показалась бы простой, но точно не мне. Я её решал, наверное, минут 15, если не больше. Да, мы вернулись домой, наконец-то. Так, что теперь? Смотрите, туннели. Так мы оружие взяли и туннели осмотрели. Что-то я не понимаю. И что делать? Может, в Скотланд-Ярд идти? Может, там осмотреть этот ножик, который мы забрали? Как-то странно. А почему эти задания-то не отметились, как выполненные? Мы же забрали нож и осмотрели туннели. Фик его знает. Может быть, какой-то баг игры? Скорее всего, да, ребят. Я так думаю, что это баг всё-таки. Так, ну, наверное, они ножик-то доставили, я думаю, в Скотланд-Ярд. Или нет? Нет, не доставили. Тогда, значит, перемещаемся домой. Сейчас посмотрим в наших... В наших архивах, что мы можем там нарыть. Может быть, на этот нож? Или на убийцу? Ну, может, и ничего не нарым. Сейчас узнаем. Так, может, с ним поговорить надо? Мне всегда интересно, что у вас на уме, Хоунс. Сейчас там опять жирная глава выходит. Да сколько можно уже стоять там? И хренее просто с этой жирной бабы. А, вот, собрать кубики вместе, проявление фотографий. Ну, давайте всё это сделаем. Здесь 12 частей, попробуем их соединить. Начну с этого кубика. Ну? Что-то я не понимаю, как делать-то. У меня честь и местами, и что нам это даёт? Выбрать. Я не понимаю. Как вообще пока что действовать? Так. Нет, это... А, хотя то. Нет, 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 нет. Мне нужно, чтобы вот эта штука вот сюда подходила. Ну-ка, вся эта подойдёт. Нет, нет, не подходит. Какая же, блин, подойдёт-то. Ладно, ребят, я это пропущу, пожалуй, чё-то. Это форма, и она готова для слепков. Чё-то мне не получается ничего сделать. Может быть, я слишком тупой. Форма для литья готова. Нужно только подобрать правильный материал. Сэр Родни сделал копию мифического золотого ножа. Он не боялся проклятий. И вот. Пол стакана воды хватит, чтобы сделать слепок. Форма для литья готова. Нужно только подобрать правильный материал. Ну, лей туда водичку. Так. А, чё за материал-то надо добрать? Я пока что не понимаю, чего он хочет. Так, смешать. Готово. Так, лей. Посмотрим, что тут у нас. Открывай. О, нож готов. Этот нож очень похож на тот, который Коронер описал как орудие убийства Сэра Родни. Вам не следует делать поспешные выводы, Ватсон. А чё ты этот, настоящий-то нож не возьмёшь? Я не понимаю. Или ты его там оставил? Да нет, он, по-моему, его забрал. Так, делаем детективный вывод. Форма для слепков. На тряпичи. Странная рана. Так. Оружие с формы. Форма применялась для изготовления орудия убийства. Так. Теперь фотографии надо совместить. Ага. Нет, сюда этот... А, подходит, подходит осколочек. И вот сюда теперь. Теперь вот сюда. Нет, это не тот. Не тот. Тоже не тот. Давайте вот сюда переместим. Вот сюда вот. Так, вот этот вроде тот осколочек. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так, этот сюда. Этот не подходит никуда пока что. Этот тоже не подходит. Вот этот вроде подходит. И вот этот. Давай ставь его сюда. Все, почти собрали. Почти, можно так сказать, готово. Все, готово. Готово. Ватсон, пожалуйста, возьмите негатив и ваше оборудование, чтобы продолжить процесс. Спасибо, Ватсон. Теперь я с помощью реагента проявлю фотографию. Давай, три. Сейчас посмотрим, что там за фотографии. Мороженое на десерт. Мы в долгу перед римлянами, придумавшими этот способ. А, помните, мы мороженец увидели-то? Почти протерли, можно так сказать. Ну, готово. Другой археолога, вероятно. Пирамида Гизи Египет Надпись Мороженое на десерт Мы удал бы перед римлянами, придумавшими этот способ Но я только что ее прочитал, но да ладно Мороженое Соль Соль, соль, смотри Лед Все, смотря, нет Родни Бендклифф Сэр Родни Вот оно, соль и полотый лед Помогут приготовить мороженое Так, делаем детективный вывод Стеклянный негатив Внутри печи Нет, это все не то Винтик выбор Сейчас напишу очки Внутри печи Серебряный предмет Расплавился в печи Возможно, серебряное оружие О, что-то мы тут сделали Изготовить серебряный нож Проверим, можно ли сделать из найденных материалов серебряный нож Пытаться отлить серебряный нож Ну, пусть попробуем Эксперимент с серебром Попробуем сделать серебряный слепок в этой форме Да, интересно, получится А этого куска серебра хватит Давай, плавь Понадлится минута, чтобы расплавить серебро горелкой Чё, так быстро минута прошла? Готово, можно продолжать Так, попробуем залить Форма нагрелась Подожду, пока остынет Ну, наверное Часа три, наверное, надо подождать Я думаю Готово, можно продолжать Так Бери, открывай Да, так уж получилось Домашний серебряный нож Блестящий Мне удалось сделать нож из найденного серебра Его могли использовать, чтобы убить сэра Родни Было очень умно изготовить оружие, которое исчезло с места преступления Так, детективный вывод опять же делаем Серебряный нож внутри печи Так, серебряное оружие использовалось Серебряное оружие, которое затем расплавили в печи Готово Так, теперь что? Что надо делать-то теперь? Кто убил сэра Родни Бендклиффа? Смотрите туннели Туннели мы осмотрели А как мы узнаем, кто убил сэра Родни Бендклиффа? О, не-не-не На жирную бабу не надо смотреть Она меня раздражает Это жирушка Здесь не особо много подсказок Да я уж понял Может архивы посмотрим? Нет Надо сейчас подумать Может что-то тут можем сделать? Так, нет, нельзя Так В Скотланд-Ярд может отправиться опять же Может допросим этих ублюдков снова? Может кто-то из них убийцу, кстати говоря Возможно такое Ну а потом в баню, наверное, отправимся Не знаю, конечно, что мы там найдем Пожалуйста, сопроводите этого подозреваемого для допроса Митра Возможно, вы расскажете мне о пульта Митре Нет, нечего говорить Мы недостойны Но Сэр Ро не считал себя достойным Он ошибался У меня были сны Золотой нож Мумия Ох, это все моя вина А, ты убил что ли его? Провоцировавших галлюцинации Непредсказуемое поведение Его состояние ухудшилось Вследствие шока От смерти Сэр Ро Вот это, наверное Че, нет, не то? Вот теперь то Страдания Гарроу были слишком великим После открытия Сэра Родни Гарроу жил в страхе из-за проклятия Митра Что превратилось в паранойя Мотив паранойя Мистер Блинкорн Сопроводите этого подозреваемого для допроса Пожалуйста Митра Что вам известно о Митре? О, очень много Это же главное в нашей работе Почему вы спросили? Вы искали золотой нож? А, я вижу, вы любитель Да, золотой нож наш Грааль Сказано, что лишь на нем есть текст Объясняющий ритуал культа Митра Понимаю, я что-то читал о бессмертии Это миф Нож делает бессмертным только достойного И на нем лишь заклятие, которое убьет вас, если вы посвящены Золотой нож Вы думали найти золотой нож в банях? Сэр Родни полагал, что он может быть там Вы видели выступку найденных ножей? Они настолько удивительные, что у нас была надежда О, и эта трагедия забрала все секреты вместе с ним Как только меня выпустят, я продолжу поиски в памяти о сэре Родни Так, следующий Так, не ты, вот ты Пожалуйста, сопроводите этого поддреваемого для допроса Так Митра Фрески в банях посвящены Митре, я правильно понял? Да, они сделают это место значным И поэтому сэр Родни приехал сюда Он верил, что золотой нож древний ритуальный предмет Спрятан где-то под баню Я думаю, было бы чудесно, если бы это оказалось правдой И вас не заботит репутация этого артефакта О, вы имеете в виду проклятие, до этого, как кто-то умрет, это благословление А я после смерти стану проклятием, ха И че? Ладно, ладно Вот меня спрашивают, кто же его убил, может тут что-нибудь найдем в морге Я правда не знаю, что мы тут можем найти, кроме мертвого сэра Родни Так, ребят, я выбрал сейчас воду из пара вместо необъяснимой улики И у меня тут что-то открылось Способ серебряный нож Убийца использовал нож в заполненной паром комнате Затем бросил его в печь, чтобы расплать И так появился плавленый кусок серебра Гарроу, серебряный нож То есть, получается, он виновен Ну ладно Так, Гарроу, серебряный нож Он убил сэра Родни в состоянии тяжелого нервного расстройства Единственным способом улегчить страдания было ритуальное убийство Он использовал серебряную копию золотого ножа Митра Кстати говоря, возможно, это и он убил Он же сам говорил, что, типа, он бросил туда железный кусок Так, осудить Гарроу Его нужно отправить в лечебницу Он психопат Невозможно определить, были ли его действия манипуляции Или результатом помешательства Его нужно отгородить от общества Оправдать Гарроу Его нужно отправить в больницу для лечения Он не может отвечать за преступление Поскольку находился под сильным действием зверобой Его можно вылечить Ну, давайте оправдаем, может Я не знаю даже, ребят Или осудим Сейчас подумаю Давайте оправдаем Да Оправдать Гарроу Ну, теперь мы, естественно, отправляемся в Скотт Лонг Ярд Чтобы его осудить Точнее, оправдать И на этом, я так понимаю, наше расследование должно закончиться или что? Или не закончится? Фиг узнает, на самом деле, ребят Ну, скорее всего, да Мы же его оправдаем Мистер Гарроу Мистер Гарроу, позвольте представить вам доктора Уассона Мистер Гарроу, прошу вас, не пугайтесь Мы пришли помочь Вы были под ужасным давлением, но теперь все закончилось Что? Я могу доказать, что ваше лекарство повлияло на ваше сознание Вы не понимаете Но оно заставило вас потерять контроль То есть я? Вы считаете, что я убил Сэра Родни? Я боюсь, что так Как любит напоминать мне мой доктор, лекарства бывают опасные У вас возникала сильная одержимость А вы считали действия Сэра Родни недостойными, качественными Ох, не переживайте Тюрьма явно не самое подходящее место для вас А какое тогда подходит? Вы страдаете от острой формы меланхолия, но это можно вылечить Вам лишь нужен отдых и детоксикация Я бы о всем позабочить Так, Гарроу серебряный нож Правильно ли это ответ? Ага, фиг бы там Это не он убил Гарроу убил Бенклиффа из-за своего психического состояния Единственным способом прекратить страдания было ритуальное убийство Он расплавил серебряные монеты, изготовил серебряную копию золотого ножа Митры Убил Бенклиффа ею, а затем бросил ее в печь Гарроу нужно отправить в больницу для лечения Он не может отвечать за преступление, поскольку находился под сильным воздействием зверовое Ладно, принимаем решение Люди, сделавшие такой же моральный выбор 61% Люди, решившие дело так же, как и вы, 5% Ну и все, дело на этом закончилось Теперь у нас дело убийства на Эбби Грейндж Сейчас будем начинать расследовать его Сейчас пройдет кат-сцена, и я, ребят, на этом закончу Скорее, Ватсон, скорее, игра началась Ни слова, одевайтесь все за мной Что такое? Что такое, Шерлок? Я буду ждать вас в гостиной Мы теперь за Ватсона, что ли, теперь будем играть? Я только что получил записку от инспектора Ластрейда Послание из пригорода Меня прожит приехать Когда бы он не просил о моем содействии Дело неприятно оказывалось стоящим Предполагаю, что все его дела в итоге пополнили вашу коллекцию Да, они все стоили того Однако я не приветствую вашу ужасную привычку Делать из них приключения вместо того, чтобы описывать научный мир Холмс, вы... Прошу прощения, я отвлекся Было бы куда полезнее сконцентрироваться на письме, чем пытаться вас убедить Так, ладненько, ребят, я пока что на этом закончу И увидимся уже в следующей серии Будем расследовать новое дело Всем спасибо за просмотр и всем пока